вот это следующая фотография вот это верхняя часть и верхушки отрезаны от веток который приготовил вам на высылку каталоги есть вот я удачу скажу если бы 2 38 лет назад вот я вот это вот бы кто-то сказал я собираюсь жечь а забери я бы из них вырастил из этих верхушек ну почти такой же сад верхняя часть она уступает по качеству на готове с несколько поколений я тоже начинал когда-то с верхушек ну присылали всякую дрянь я не я все-таки чего-то добился вот получается что я просто говорю ребята вот это верхняя часть черенков а сами черенки которые я собираю остаются полметровыми и качественными это верхушки вот но 38 лет назад я бы за него душу бы так чуть не сказал дьявол отдал ну дьявол бы не отдал но деньги бы отдал так теперь вот это вот я не могу не сказать это мое правило я знаю лучших садоводов россии и живых и тех кто уже работает в райском саду царство небесное вот когда-то мы все там будем но пока люди живы я обязан об этом говорить в этом году заплодоносила в очередной раз где-то двадцатый раз вот этот абрикос я не помню короче меня подарила бойкова галина николаевна вот на тот момент она была директором сояна шушевского поддестанции вот уникальнейший человек еще раз я знаю все они что может знать человек непредвзятый человек совестливый справедливый это когда видишь что когда-то когда людям начали давать дачи и все нет нет не было не еще было россии сады вот ее саженцы были номер один они были немножко скромнее и укачать немножко вот же ее фотография сейчас я объясню историю вот бойкова галина николаевна я его назвал основатель сианогорского садоводства это потом мы везли таджикистан с каховской агентства связи такие были вот с армении там тоже алюминий вот отовсюду где были гэсы или алюминиевые заводы но это второй этап а первый этап это благодаря ей и вот я сделал фотографии тут вот листая листая это же бойкова я сам традиционно вспомнил мне не было места где посадить если вы придетесь увидите что это на том фоне вон домик соседский без амана вот сетка рабица без амана и вот эта красотища она мне я у нее покупал но это длинная история все эти 300 сальвенцев которые я у неё по бартеру выменял они у меня сгорели на острове ну бывает там случайно там ребята приехали и сожгли а здесь мне не было куда было садить я как чувствовал взял посадил соседу я понял один раз 20 лет плодоношения вот а теперь скажите что заслужило бойкова если бы такие люди знаете я специально я должен это сказать пусть это не учеба я должен это сказать проводим параллель с мичурином мичурин тире бойкова мичурин вы фильм про не увидели там много правдивого были превыкручения на правдивое болото именитым гражданам россии царь давал ордена и вот этим чиновникам которые бумажки и вот именно то что мичурину просто садоводу там часовых дел массов но как садоводу который добился таких успехов ему просто царь дал орден я не спрашивал бойкова давали ли орден или не давал этот самый наш царь теперешний я боюсь ты не давал вот такие люди я знаю а кто еще за многолетний труд фанатичный невероятный вот вырастет сад там было 25 гектаров тот момент я как вспоминаю извините не могу остановиться это сумасшествие сливы китайские плодоносили так огромный урожай портится сразу ящики ящики набирают машину и на конфетную фабрику то ли волка то ли веносинск ящики это такое садище вырастало господи какой там орден не это сам уже получается параллель с садским временем пользу их ладно мне надо было выговориться и не было бы этой фотографии чем бы я говорю бойкова как это бы вот бойкова видели этот когда я купил 300 садусов подвойных вот этот она мне подарила и вот результат это соседский этот мой забор воду носит карабец высказался еще многих не рассказал ребята так молодое поколение и на санцевиде аспирант и моя ученица прекрасно и узнает я сегодня я звоню говорю что умение позориться надеюсь жива здорово от агентета была жива здорово галина николаевна занимается тем что как бы сказать обустраивать церковь том числе грядки том числе цветы и прочее саженцы и прочее прочее вот это я услышал это было летом а